Это фотографии из громкого уголовного дела. Неподалеку от станции Дитькова, обходчик пути обнаружил изуродованное тело. Неизвестные преступники сначала расправились со своей жертвой, затем облили бензином и подожгли. Снять отпечатки пальцев было невозможно. Но по сохранившейся татуировке удалось установить личность погибшего. Им оказался столичный бизнесмен Борис Лебеденко. Месяц назад он был похищен и находился в розыске. 2002 год. Москва. В тот вечер Борис Лебеденко и его гражданская жена Ирина возвращались из гостей. Именно здесь, у подъезда этого дома, к ним подошли неизвестные. Представились работниками милиции. Выдвинули версию, что он подозревается в совершении преступления, поэтому задерживается, и поэтому необходимо пройти к нему квартиру с целью производства обыска. И Борис Лебеденко, и его гражданская супруга решили, что это недоразумение. Но сомнений в правомерности действий сотрудников правоохранительных органов у них не было. Ирина собственноручно открыла дверь квартиры. Из материалов уголовного дела. Из квартиры Бориса Лебеденко были вынесены ценные вещи на крупную сумму, в том числе старинные иконы и драгоценности. Лица, представившиеся сотрудниками МВД, утверждали, выемка производится в рамках возбужденного уголовного дела. Предупредили, обвинение предъявят лишь в отделении милиции. Сразу после обыска на предпринимателя надели наручники и увезли в неизвестном направлении. На следующее утро Борис Лебеденко дома так и не появился. А поэт, время не доступен. Пожалуйста, позвоните, позвоните. Его мобильный телефон не отвечал. Гражданская жена бизнесмена забеспокоилась и обратилась в милицию. Выяснилось, Лебеденко никто не задерживал. Кто мог похитить предпринимателя? Ирина терялась в догадках. Сыщики допросили официальную супругу Лебеденко Инну. Причастность жены к совершенному преступлению не была установлена. Оказалось, что она ничего не знала о местонахождении супруга. Ведь полгода назад Лебеденко бросил ее ради молодой любовницы. Из показаний Инны Лебеденко. Последний раз я звонила Борису две недели назад. Он был на взводе. Разговаривал со мной очень резко. Сказал, что теперь в его жизни есть другая женщина. Требовал, чтобы я убиралась из его жизни. Довел меня до слез. Оказалось, что роман Бориса Лебеденко на стороне продолжался несколько месяцев. А Инна ничего не подозревала. Как скрыть любовную связь? Изворотливые мужья обычно обращаются к профессионалам. В алиби агентства. Классический вариант для коммерсантов, например, поездка на бизнес-семинар в другой город. Вернувшись к домашнему очагу, неверный супруг показывает материалы конференций, фотографии и памятные сувениры. Обман приносит алиби агентствам солидный доход. 2002 год. Москва. Борис Лебеденко тоже скрывал свои похождения от супруги. А потом сделал решительный шаг. Признался во всем и сразу же начал бракоразводный процесс. Может быть, законная жена не простила измену и расправилась с неверным мужем? На что способны оскорбленные женщины? История знает немало примеров, когда ревность становится причиной самых жестоких преступлений. Так жительница мордовского города Рузаевка Любовь Кобелькова жестоко поплатилась за роман с женатым мужчиной. Обманутая супруга плеснула в лицо соперницы азотную кислоту. Врачи несколько месяцев боролись за жизнь Любови, а в это время следователи пытались обличить мстительницу. Только с помощью сложных экспертиз удалось доказать ее вину. Обиженная жена получила 7 лет колонии. Однако это обстоятельство не утешило Любовь Кобелькову. Девушка навсегда осталась инвалидом. Ее лицо обезображено, и она никогда не сможет увидеть своих детей. Плакать, конечно, могу плакать. На слезы не выходят, слезы нет. А 14-летнюю школьницу Аню Белогородцеву расстреляли в нескольких метрах от дома. Так для Лолиты из Ростова-на-Дону закончились отношения со зрелым мужчиной. Дочку в них поставила оскорбленная жена. В порыве гнева она выпустила в соперницу всю обойму. Аня умерла, не приходя в сознание. Супруг нанял для жены убийцы лучших адвокатов. Было доказано. Женщина совершила преступление в состоянии аффекта. Убийца 14-летней девушки получила условный срок. 2002 год. Москва. Так причастна ли бывшая жена к исчезновению Бориса Лебеденко? Оперативники тщательно проработали эту версию. Удалось выяснить, что жена Инна Лебеденко восприняла известие о предстоящем разводе подозрительно спокойно. Несмотря на то, что делить имущество поровну, Борис отказался. Загородный дом в Барвихе, элитная квартира в Москве, крупные денежные суммы – все это коммерсант считал своим. При решении вопроса о разделе имущества возникли споры и разногласия. Они не смогли прийти к общей позиции по разделу имущества. Потому что, во-первых, с учетом стоимости имущества, с учетом того, что вклада каждого из членов семьи в приобретение этого имущества, мы не смогли договориться. Предприниматель Борис Лебеденко не заключал со своей женой брачный контракт. Главный предмет супружеского спора – шикарный особняк на пресловутой Рублевке. И жена ничего лучше не нашла, как обратиться к своим знакомым, для того, чтобы они помогли ей решить вот этот семейный конфликт. Установленный законом судебный порядок почему-то не подходил. Обратилась с просьбой помочь разобраться, помочь побеседовать с мужем, помочь установить справедливость. Что дороже – жизнь или особняк на Рублевке? Могла ли женщина заказать своего бывшего мужа, чтобы сорвать большой куш? В криминальной практике такие случаи – не редкость. Например, в январе 2005 года жительница Новосибирска решила избавиться от надоевшего супруга и сохранить совместно нажитое состояние. За крупное денежное вознаграждение директор частного охранного предприятия Андрей Улыбышев организовал похищение Олега Хохлова. Пленника вывезли на съемную квартиру, приковали к батарее и постоянно избивали. Обещали отпустить, если навсегда забудет о своей жене и откажется от раздела общего имущества. Истязания длились два месяца, пока Хохлов не согласился подписать документы. Из нотариальной конторы ему удалось позвонить в милицию. Лишь это спасло его от смерти. Это известная писательница Татьяна Огородникова. В ее романах описывается жизнь рублевских миллионеров, о которой она знает не понаслышке. Так, например, жена одного известного политика, готовясь к разводу, догадывалась. Ради элитных метров супруг может пойти на крайние меры. Женщина придумала, как обезопасить себя. Она заключала договор с охранным агентством, чуть ли не тревожную кнопку какую-то она с собой носила. И подала на развод и на раздел имущества сразу. Счета были заблокированы, имущество было описано и опечатано. И супругу ничего не оставалось делать, как согласиться на ее условия. Но далеко не все женщины готовятся к разводу заблаговременно. Инна Лебеденко никогда не предполагала, что ее семейная жизнь закончится таким образом. Поэтому решение ей пришлось принимать спонтанно. Сыщики выяснили, брошенная, но все же официальная жена Бориса Лебеденко сразу после его похищения продала загородный особняк. Почему она так торопилась оформить сделку? После обыска в ее московской квартире выяснилось, от 600 тысяч долларов, вырученных за дом, у Инны осталось только треть. Куда делись остальные? Из показаний Инны Лебеденко Когда я заводила разговор о разделе имущества, Борис выходил из себя, становился агрессивным, говорил, что я ничего не получу, грозит о сейке. Я не хотела остаться на улице, поэтому решила обратиться за помощью к своим знакомым. Крепкие парни из охранного предприятия пообещали поговорить по душам с несговорчивым супругом. Вот саркисиан и товарищи, они решили по-своему установить справедливость, установили слежку за ее мужем, установили, где он живет, и вместо его временного проживания у него похитили. Похитили, значит, вошли в квартиру, из квартиры похитили вещи. Жена коммерсанта уверяла, она даже не подозревала, как именно они собираются воздействовать на ее мужа. С ее слов, она всего лишь хотела получить подпись на доверенности. У бандитов был свой план. Прямо из дома они привезли Бориса Лебеденко в психиатрическую клинику. Из материалов уголовного дела. Похищенного предпринимателя поместили в психиатрическую больницу под фамилией Волков. Зав. отделением Джафарова за денежное вознаграждение поставила бизнесмену вымышленный диагноз – шизофрения. Ежедневно Борису Лебеденко кололи сильно действующие психотропные препараты. Коммерсанту объяснили, на волю он выйдет только в том случае, если поставит подпись на документах. Как только сломленный человек выполнил требования похитителей, его вывезли в лес и расстреляли. Чтобы затруднить опознание, труп бизнесмена облили бензином и подожгли. Со слов Инны Лебеденко, незадолго до убийства Бориса она встречалась с частными охранниками и отдала им большую часть денег, вырученных от продажи особняка на Рублевке. После продажи дома, да, ну, еще были денежные средства на счетах. Соответственно, супруга вынуждена была рассчитаться за решение этого вопроса. Передала преступникам денежные средства вот в размере 120 тысяч долларов. В основании полагать, что она причастна к этому преступлению не была. Женщина детально описала приметы убийцы. Кроме того, на генеральной доверенности сыщики обнаружили отпечатки пальцев. По-видимому, они принадлежали одному из бандитов. Но Инна знала частных охранников только по именам. Следствие выяснило, в банду входило 6 человек. Возглавлял банду Саркисян Иван Сарынович. В составе банды активное участие принимали действующий сотрудник милиции и работник психиатрического госпиталя. Достаточно уверенные в себе люди очень хорошего физического телосложения, просто выдающегося, скажем, телосложения. Саркисян Иван Корнилов огромного роста. Спортсмены, мастера различных видов спорта. Достаточно образованные. Которые ранее никогда не привлекались к уголовной ответственности с нормальных семей. Большинство из них стояли в браке. Сразу после совершения преступления они уволились с работы и скрылись. Тогда, в 2002-м, задержать их не удалось. Тогда еще никто не догадывался, раскрыть убийство Бориса Лебеденко удастся в ходе расследования другого, еще более громкого уголовного дела. 2004 год. Март. Москва. На пульт дежурного поступило срочное сообщение. На окраине Москвы совершено вооруженное нападение на инкассаторскую машину. Бандитский налет произошел в тот момент, когда инкассаторы уже садились в бронированную машину. Неожиданно из припаркованной около магазина Ауди выскочили трое вооруженных людей в масках и открыли огонь. Первыми выстрелами был смертельно ранен Геннадий Смоляков. Да, он высокий сам парень был. Он не вмещался, в принципе, в двери. И он перелез, голову наклонил, хотел, ну, прицельный огонь вести. И, ну, мгновенно, получил пулю в голову. Водитель Михаил Козин начал отстреливаться. А в следующую секунду пуля пронзила инкассатора Евгения Иванова. Однако он не выронил сумку с деньгами и смог забраться внутрь броневика. Но закрыть дверь не успел. Бандит в маске попытался проникнуть в салон спецмашины. Я просто стоял на коленях и двумя руками держал вот такую дверь. И так же они в упор по рукам не отстреляют. Когда Евгению прострелили обе руки, он больше не смог сдерживать налетчиков. В этот момент у водителя Михаила Козина закончились патроны. Казалось, судьба инкассаторов решена. Миша увидел рядом лежавший ПМ. Взял его из руки у тогда смертельно раненого уже в голову Дина Смолюкова. И произвел в упор два выстрела нападавшего. Он сразу же обняк. Я выкинул его из салона броневика на улице и закрыл дверь. Преступники подхватили раненого налетчика под руки и успели донести его до поджидавшей их Ауди. Киномарка рванула с места и исчезла за поворотом. Бригада скорой помощи приехала через несколько минут. Евгений Иванов получил семь огнестрельных ранений, но его жизнь удалось спасти. Помочь Геннадию Смолюкову было уже невозможно. У него все выливалось через подбородок. На хранении было сквозной головы. Там было бесполезно что-либо делать. У погибшего инкассатора остались жена и маленький сын. Эксперты составили фотороботы налетчиков. К расследованию дерзкого преступления подключились лучшие сыщики Москвы и МВД России. Репортажи о дерзком нападении на инкассаторскую машину в Москве прошли по всем федеральным каналам. Милицейское руководство поставило дело на особый контроль. В соседней области были направлены ориентировки на преступников. Уже через двое суток появилась первая зацепка. Казалось незначительная на первый взгляд оперативная информация из соседней области позволила выйти на след преступников. На этих кадрах один из преступных авторитетов Вася Рязанский. Он стоял на спецучете в милиции, его телефон прослушивался. На следующий день после кровавой перестрелки в Москве на аппарат влиятельного бандита поступил странный звонок. Слушай, нам бы пацана похоронить как положено. Корнило, я тебе сказал, что помогу? Ага. Все в лучшем виде. Попрощаемся с мальцом как полагается. Хорошо. Беру все на себя. Годица. Я тебя в Рязани подхвачу. На телефон Васи Рязанского звонили неизвестные из Москвы. Кого авторитет собирался похоронить с почестями? И не связано ли это с нападением на инкассатор? Ведь одного из налетчиков серьезно ранен. За криминальным авторитетом установили скрытое видеонаблюдение. Вот он садится в свой автомобиль и едет за город на тайную встречу с московскими друзьями. Его машину негласно сопровождали несколько километров. Неожиданно она свернула на второстепенную дорогу. Неподалеку стояли две машины с работающими двигателями. Среди них автомобиль Ауди. Инспекторы ГИБДД получили приказ как будто случайно проверить документы. В ночное время суток едут по деревне таким кортежем три машины джип Субара 99-й. Документы оказались в порядке и все же люди в машинах заметно нервничали. Уставили машину проверили документы вот напарник мой начал проверять содержимое салона и не только эти машины проверили все машины. А уж подозрение вызвал потом когда начали проверять то что в машинах находится. Когда водителя одного из автомобилей попросили открыть багажник он засуетился. Сказал что замок неисправен а ключа у него нет. И тут пассажиры стали предлагать милиционерам огромную сумму. Просили отпустить без досмотра. Они нам предлагали деньги чтобы их отпустили размеры 50 тысяч баксов. На что мы не согласились. И тогда подозрительный водитель бросился в сторону леса. Две другие машины рванули с места. Один бегом убежал а остальные кто был на машине открылись. А вот троих мы же двое были. Мы не могли всех задержать. Погонишь задним никого не поймаешь. Когда сотрудники ДПС открыли багажник нервозность пассажиров стала понятной. Там лежал мертвый человек. Я потом залез в салон машины и подняв заднюю панель там увидел только этого лежащего человека. Кто и при каких обстоятельствах застрелил человека которого перевозили в багажнике. Задержанные объяснили дескать на них напала какая-то братва. Однако сыщикам удалось опровергнуть эту версию. Из материалов уголовного дела. По результатам экспертизы установлено. Задержанный в Рязанской области автомобиль марки Audi фигурирует в расследовании дела об ограблении инкассаторов в Москве в 2003 году. Погибший обнаруженный в багажнике причастен к данному нападению. Осмотр бандитской машины принес еще один совершенно неожиданный результат. В багажнике автомобиля была обнаружена икона 19 века. Вот она. Следствие установил. Именно этот образ похитили из квартиры Бориса Лебеденко пропавшего бизнесмена из Москвы. Возможно эти люди причастны к убийству бизнесмена. Два уголовных дела объединили в одно. Безнаказанность уверенность в том что можно избежать уголовной ответственности. Потом в ходе планирования преступления мало того что у него было тщательно спланировано еще и была разработана линия защиты. Заранее было заключено устное договоренность с адвокатским бюро по защите в случае задержания. Но следствия были неопровержимые улики. Во-первых на доверенности которую заставили подписать Лебеденко обнаружили отпечатки пальцев Виталия Корнилова. Из результатов экспертизы при обработке дактилоскопическим порошком доверенности обнаружены следы овальной формы 20 на 14 миллиметров. Отпечатки оставлены ногтевой фалангой большого пальца правой руки. Строение папиллярного узора позволяет сделать вывод что исследуемые отпечатки принадлежат Виталию Корнилову. Во-вторых жена убитого коммерсанта опознала задержанного. Именно его она просила посодействовать в продаже особняка на Рублевке. Когда планировалось нападение на инкассаторов банда частных охранников собиралась сорвать большой куб. По их подсчетам в этот вечер должны были перевозить 10 миллионов рублей. У них были планы на эти деньги. Свободные денежные средства и было охранное предприятие открыто, был развлекательный клуб. Соответственно планировали расширять бизнес. Необходимы были оборотные средства. и поэтому решили совершить второе преступление организовать нападение на инкассаторов Сбербанка. Когда и куда повезут деньги? Такие сведения бандиты получили от своего информатора Германа Гурова, одного из сотрудников службы инкассации. Также он рассказал по какому маршруту его коллеги выезжают за деньгами. Нарисовал схему расположения мест в броневике. господин Гуров у нас работающий водитель, который просто подонок с большого буквы П, который из-за халеных денег дал бригаду инкассаторов в полном составе, зная последствия, которые будут после нападения. Однако преступники не учли одного. Инкассаторы до приезда на конечную точку сдали всю наличность в банк. У них была лишь выручка из одного магазина 170 тысяч рублей. Семь патронов. не изменяет память к пистолету или на топорез. Следствие выяснило, оружие бандиты хранили у знакомых в городе Щербенко Московской области. Это оружие было изъято. Опять же была проведена экспертиза, в результате которой было установлено, что именно из этого оружия производились выстрелы в потерпевшего инкассатора. Гильзы соответствовали оружию. Через несколько дней после задержания Виталий Корнилов начал давать признательные показания. Корнилов Виталий Витальевич, сейчас по уголовлению инкассатора. Что вас на это подвигло? Класс пистенек. Виталий Корнилов Иван Саркисян и еще четверо участников группировки получили от 18 до 22 лет лишения свободы. На этой фотографии Борис Лебеденко. Коммерсант поплатился жизнью за свое решение уйти из семьи. Роман с другой женщиной стал для него роковым. Его жена Инна Лебеденко проходила по делу всего лишь как свидетель. Доказать ее причастность к расправе над собственным мужем так и не удалось.